Очень часто, когда мы пишем эссе на английском языке, пытаемся выдумать какую-то гениальную мысль, когда это совсем не надо, поскольку это не ваше задание, выдумать гениальные мысли. Ваше задание — написать свое мнение по какой-то теме. Для этого мы используем такое, по-моему, вообще классное выражение, как какое-то прилагательное с феноменом. Например, «Antisocial behavior is a recent phenomenon». В этом примере мы видим, что такое противообщественное поведение является недавним явлением. Ну, неплохо сказали, по-моему. И хорошее слово «феноменон» использовали. Но «recent» — недавний. Это значит, что-то появилось, но не так давно. Но мы можем сказать, что если оно повсеместно, это явление, то тогда «a universal phenomenon». Итак, «Overweight is a universal phenomenon nowadays». Ну, окей. «Isolated phenomenon». Что такое «isolated»? Это значит, ну, изолированный, неповсеместный. То есть, если какое-то явление, нельзя воспринимать как общепринятую практику, да? Итак, мы говорим, «It is an isolated phenomenon to have just one job. Most people have two or three jobs nowadays». Допустим, «Natural phenomenon» — природное явление. «Recent», «недавнее», «common phenomenon». А это обычная ситуация. Допустим, «It is a common phenomenon in our country to speak two foreign languages». Окей, спасибо.